Ради продления власти российского президента, его халуй переврал биографию итальянского диктатора. Вывесив в телеграм-канал свой старый фильм про фашистского диктатора Италии Бенита Муссолини, телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз продемонстрировал собственную безграмотность. Цирк начался почти сразу же. На первой минуте 28 секунды под видом любовницы Муссолини Клары Питачи в кадре появилась американская кинозвезда Элизабет Тейлор. Дальше вранье пошло с 5 минуты 6 секунды по 5 минуту 16 секунду. Соловьев брехал, что до 1943 года в Италии не преследовали представителей нацменьшинств, а с 6 минуты 20 секунды по 6 минуту 30 секунду рассказывал, что Дуччи был так добр, что отпускал всех покушавшихся на свою персону. Это все, разумеется, чушь. Даже если вынести за скобки расизм относительно жителей африканских колоний Италии. Еще 17 ноября 1938 года в Риме был принят декрет меры по защите итальянской расы. Статья 1 этого документа запрещала брак итальянского гражданина с арийской расой с лицом принадлежащих другой расе национальности. А статья 10 не допускала евреев в службу и в армии, запрещала им быть владельцами земель, которые в целом имеют оценку более 5000 лир, и владельцами городских зданий, которые в целом имеют налогооблагаемый доход более 20 тысяч лир. То есть сына искусствоведа Инны Шапира мгновенно вышибли с его любимой виллы на берегу итальянского озера Кома. Такая же брехня и про якобы отпущенных участников покушений на Муссолини. Из четырех пойманных террористов безнаказанной осталась только психически больная британка Вайолет Гибсон. Не желая портить отношения с Лондоном и вообще засвечиваться в качестве преследователя, явно безумной тетки, Муссолини ее действительно отпустил. Но только ее. Итальянский социалист Тита Дзенебони получил 30 лет, отдал большую часть срока и вышел на свободу лишь когда фашистский режим рухнул. Анархист Джина Лучетти был приговорен к пожизненной каторге, также освободился после падения Муссолини и почти сразу же погиб во время бомбежки. Особо не повезло анархисту Антео Замбони. Его даже судить не стали, просто прибили на месте. Последующие эпизоды фильма, как и первые 7 минут, переполнены враньем, но главное цветистыми комплиментами в адрес покойного вождя, новой родины нашего любимого вечернего мудозвона. Зрителям дают понять, что Италия при Муссолини процветала, народ обожал национального лидера, ну и так, может, России тоже не помешало бы установить подобные порядки, тем более подходящий вождь в Кремле уже есть. В этом-то весь сыр-бор. Для чего Соловьев успевает итальянский фашизм, а пропагандявки от Russia Today Маргариты Симоньян, Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и Федерального агентства новостей авторитетного бизнесмена Евгения Пригожина хором ему подтявкивают. Причины точно те же, что заставляют других пропагандявок призывать к восстановлению монархии. Кстати, в последнее время среди них появились новые персонажи. Наряду с телеканалом Царь Гранд ТВ, типа православного олигарха Константина Малафиева, включилась в процесс подельница Соловьева и его соплеменница, ведущая Анна Шафран. Наверняка скоро таковых станет еще больше. 2024 год-то приближается, а терять место у кормушки так не хочется. Ради его сохранения сгодится хоть коронация Путина, хоть оккупация НАТО, хоть провозглашение исламского халифата с всеобщим обрезанием. Подойдет и установление фашистского или даже нацистского режима. В конце концов, особо полезные евреи прекрасно себя чувствовали даже при Гитлере. И если Соловьев правильно восславит грядущего кремлевского фюрера, будь то Путин или его преемник, ему наверняка воздастся. Как имперскому секретарию по авиации Третьего рейха генерал-фельдмаршалу Эрхарду Мильху. Получив донос из гестапо о его происхождении, начальник Мильха, рейхсминистр авиации Герман Геринг, закрыл вопрос словами «Кто у меня еврей, а кто нет, решаю я». Пришлось только слегка исправить биографию. Согласно новой официальной версии, мама Эрхарда спала не только с официальным супругом-аптекарем Антоном Мильхом, но и с любовником, бароном Германом фон Биром, который ей ребеночкой задел. Фрау Клара была верной и любящей женой, но ради карьеры сына согласилась на подлог, выставив покойного мужа рогоносцем. После чего циничный Геринг пошутил. Мы сделали из Мильха ублюдка, но зато аристократического. Че, думаете, Шапиро ради того, чтобы остаться в телевизоре, откажется записаться в ублюдки?